всем привет это снова я минутка и я сегодня хотела бы продолжить видео о своих лаках для ногтей сегодня я хотела бы рассказать о шести своих средствах три из них саля хэнсон и три из них орли так ну давайте начнем с орли во первых я использую жидкость для снятия лака от фирмы орли мне она очень понравилась правда она дороговатая ну потому что наверное без ацетона очень хорошо удаляет все лаки мягко удаляет их что самое интересное у меня был на ногтях гель лак гель гель лак от фирмы опиай его нужно очень долго отмачивать минут наверное 20 в обычной жидкости для снятия лака для того чтобы снять этот гель лак я в этой жидкости отмачивала наверное минут 7 но в принципе достаточно легко все сняла в общем-то хорошая жидкость мне нравится голубенького цвета очень приятная не сильно пахнет бывают средства которые очень сильно прям воняют здесь все нормально попахивают конечно но без ацетона так следующий следующее что я недавно покупала очень хороший лак для ногтей для французского маникюра идет лак орли у него цвет очень приятный не хочет фокусироваться а ну вот очень приятный розовато золотисто голубовато зеленоватый цвет с шиммером с легким с легким шиммером блесточками или как сказать в общем цвет номер 42 435 sky blue pink я его здесь вот уже нарисовала это первый цвет надеюсь что сейчас камера сфокусируется вот мы видим как он переливается розовато голубовато его рекомендуется наносить в один слой либо в два максимум слоя перед тем как делать французский маникюр то есть вы сначала его нанесли потом поверх него уже рисуете белую линию или что-то там какие-нибудь узоры вот типа таких как у меня сейчас на ногтях у меня конечно с обычным лаком сделано с прозрачным то у меня сегодня камера не хочет сфокусироваться но в общем получается очень красиво однажды я попробовала его нанести в три слоя просто как обычный лак смотрится он без французского маникюра и честно говоря не очень мне парень мой сказал что за трупные ногти мне пришлось стереть лак потому что действительно мне самой тоже не понравилось когда сделала французский маникюр то тогда вообще было клево так и третье средство третий лак от орли это вот такая маленькая бутылочка недавно ее покупала за 150 рублей белый цвет бывает аут номер отображайся 48 636 б да кстати вон мои ногти здесь видны немножко это узорчики по надеяла тут в общем хороший лак быстро достаточно засыхает хорошо ложится и самое интересное и у маленьких этих лаков и у больших у них хорошая очень кисточка вот я сейчас покажу на том лакель до французского маникюра очень удобная кисточка колпачок прорезиненный из руки не выскальзывает и удобно все в нанесении мне очень понравилось так на белый цвет я на бумаге показывать не буду потому что и так ясно что он белый вот перейдем к средствам от салли хэнсона у меня есть вот такое средство продавалось в коробочке акриловый гель для укрепления ногтей он идет в такой красивой голубоватой баночке вот такой вот с широким горлышком он призван делать ногти более крепкими чтоб на него хорошо ложился лак и долго держался ну в принципе так все и есть единственное что я замечала что с некоторыми лаками у меня начинает пузыриться он ну точнее с ним некоторые лаки начинают пузыриться и еще почему-то быстрее откалывается цвет именно откалывается ну в общем за свои деньги я покупала где то рублей за 350 я ждала нечто большее не знаю что то я как то немного разочаровалась в этом средстве потом у меня вот такие два лака для ногтей как инь и янь один белый полупрозрачный второй черный такой тоже просвечивающий немножко ну начнем с черного цвет номер 25 night lights я вот здесь вот нарисовала его вот он посерединке с блёсточками здесь особо не видно блёсточки цветные ну вот они в предневном свете смотрятся как серенькие серебряные блёсточки ничего особенного но при таком достаточно ярком освещении начинает переливаться особенно при солнечном свете блёсточки становятся вдруг цветными сейчас если камера сфокусируется то будет видно что то камера не хочет сфокусироваться в общем цвет 25 night light так хороший лак в принципе единственное что тоже почему то быстро откалывается и наносить его лучше не в один слой а в два в три слоя потому что в один слой он смотрится как серенький такой лак вот и последняя вот моя покупка из лаков была покупка вот такого лака салли хенсена я уже думала что ничего из салли хенсена покупать не буду потому что не оправдывали прямые ожидания вот эти средства все лаки ну а здесь вот попалась на глаза вот такой попался лак для ногтей прозрачный беленький с красивыми цветными блёсками очень ненавязчивыми очень хорошо ложится плотным слоем достаточно одного слоя даже и он ложится таким толстым слоем я вот здесь вот тоже его нанесла немножко видно что блестит черный видно что блестит черненький видно как переливается для французского маникюра и видно с блестками салли хенсена которыми я сейчас говорила очень красивый лак у меня вот здесь он нанесен на кончике сейчас правда здесь тоже не особо видно ну вот но смотрится очень хорошо у меня девчонки как увидели знакомые сразу себе побежали все покупать вот ну в общем это было все что я сегодня хотела вам показать и так время ушло у меня слишком много спасибо вам за просмотр оставляйте свои комментарии и оценки и до следующего видео пока